и снова здравствуйте сегодня у нас снова 16 февраля и пользуясь случаем как говорилось поле чудес я хочу записать еще одно видео по мотивам вопросов которые мне часто задают я хочу сейчас поговорить про профессиональную миграцию я не затрагиваю невестинские визы там студенческие визой так далее я говорю про skill migration профессиональную миграцию это либо 189 либо 190 либо 489 виза что здесь нужно вот эти типы виз до профессиональной миграции они стоят можно сказать на трех китах это возраст то есть в идеале вам должно быть вот совсем совсем в идеале до 32 лет еще так нормально это до 40 лет после 40 значительно сложнее все становится вот это такой первый кит второй кит это английский язык обязательно это обязательное требование иммиграции должны быть все шестерки по айлдс лесный вейдинг спикивайте все шестерки без этого вы ну не пройдете вообще по этой системе до совершенно никак и последнее это так называемая оценка профессии или оценка квалификации это ваш официальный опыт работы и диплом либо диплом по сути данный сертификат здесь не подходит об этом я поговорю еще подробнее диплом не обязательно должен быть диплом именно высшее образование да там магистратура и что-то такое прочее диплом по ты у совершенно замечательная штука то есть если у вас рабочая специальность если вы там сварщик повар там что-то подобное великолепно подходят вот эти дипломы птс сертификаты не подходят то есть минимум птс вот меня часто спрашивают например если у меня международный сертификат какой-то который там я закончил проучившись на каких-то там супер классных супер международных курсов там три месяца это хорошо в плане трудоустройства но это будет плохо в плане иммиграции до департамент иммиграции не рассматривает то есть вам просто не дадут баллов за это дело потом еще такое частое заблуждение это люди говорят там вот у меня есть опыт работы но к сожалению неофициальный да извините на так как это вот такой западный мир то чего нет на бумаге его не существует вот женщины там говорят вы знаете как и великолепно пику мне тут 100 миллионов заказчиков но работаю я к сожалению без частного предпринимательства то есть по сути не официально если вы работаете неофициально какие бы вы классные торты не пекли и каким бы вам супер замечательным кондитером не были вы не сможете этого доказать поэтому делайте вот это частное предпринимательство либо фирму либо кондитерскую либо что-то там еще вот но это должен быть оплачиваемой не волонтерство официальный опыт работы с отчислениями в налоге с отчислениями пенсионный фонд и потом спрашивают еще а дети дают ли за них баллы но так как это все-таки профессиональная иммиграция то дети это ваш личный плюс но они не дают вам дополнительных баллов при профессиональной иммиграции вот итак давайте еще раз разделим до трудоустройства когда вы уже приехали на место и процесс иммиграции это разные вещи вы можете работать это свободная страна вы можете поддаваться по одной профессии до проходить иммиграционный процесс по одной профессии потом в реальности работы совершенно по другой профессии это свободная страна да вы могли там поменять свои какие-то предпочтения вы могли просто банально не найти работы по специальности потому что менеджеров не так много нужно либо там каких-то знаете узко специализированных товарищей поэтому многие бы и хотели многие бы и жаждали работать по специальности но увы увы вот еще раз про навыки дам вот опять-таки часто часто мне пишут я там умею то-то то-то я там и на кране на кране работаю и монтажник я там супер замечательный и не знаю там что-то я прокладываю что-то я там вожу что-то и на грузовике умею дай кот как этот кот матроскин говорил и на машинке я крестиком вышивать умею вот если вы можете это доказать и привязать к этому еще какой-то диплом это хорошо если нету вы нет вот так ну собственно в этом вот был посыл моего видео если будут вопросы то обращайтесь и еще такой момент касательно английского языка все шестерки это и в австралии и в канаде кстати аналогичная система при пмж все шестерки не гарантируют вам что вы получите визу все шестерки это как бы такое право на доступ в эту систему в этот пул так называемый да по некоторым профессиям достаточно всех шестерок у некоторым профессиям частности которые связаны с людьми да вот работа в сервисе работа с людьми учителя там работа на менеджерских позициях и так далее там нужны все семерки поэтому что нужно сделать нужно посмотреть требования именно к вашей профессии либо к смежным профессиям потому что часто так бывает что не часто так бывают вообще принципе такие из профессии достаточно много их там за 200 их там ну реально много то вот и нужно посмотреть либо вашу непосредственную профессию либо может быть там шаг влево-шаг вправо и может быть там не аналитика консультант не консультант так эксперт не эксперта кто с этого еще да вот может быть там ассистент помощник Такие часто бывают профессии в том числе. Поэтому посмотрите, изучите все требования к вашим профессиям и в плане английского языка в том числе. Вот, также хочу вам напомнить о тем, кто к нам недавно присоединился, недавно подписался, да, спасибо за подписку. Хочу рассказать, что у меня есть школа по подготовке к IELTS. Мы занимаемся в основном IELTS, но также и общим английским, кому это нужно и актуально. Вот, так что, пожалуйста, check it out, да, посмотрите, сайт там внизу, www.vperiod.global. Мы, кстати, немножко поменяли сайт, если вы видели, мы немножко поменяли наше название на YouTube в том числе. Если раньше назывался проект Вперед.me, то сейчас он называется Вперед.global. Вот так вот, такие у нас обновления. Поэтому я буду рада помочь вам в изучении английского языка. Обращайтесь и удачи вам с переездом в теплые и счастливые края. Все, всем удачи и счастливо, пока!